Внимание! Вы готовы! Вы готовы! Под громкие крики болельщиков бойцы наносят друг другу сокрушительные удары. Каждый стремится положить соперника на обе лопатки. Ренат Петгурский перед очередным поединком тщательно разминается. Солдат-срочник волнуется. Чтобы победить, он планирует держать противника на расстоянии. Если надо будет, я могу и побороться, но буду стараться держать на дистанции, работать руками-ногами. Физически, физически, я думаю, в физике могу вступить, в функционалке. Сначала боец уверенно сдерживает противника, после оба входят в партер. Но Ренат не успевает убрать руку, чем успешно пользуется его соперник. В итоге болевой прием и рефери останавливают поединок. Ничего, будет ключом победы. Это поражение сделает меня только сильнее, буду больше заниматься. Буду в следующий раз опытнее, не буду оставлять так руку. На Кубке Вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою в памяти героя Советского Союза Юрия Исламова можно победить несколькими способами. Спортсменам нужно положить соперников два нокдауна, сделать болевой прием или набрать больше очков, чем оппонент. Оценивается образковая техника, ударная. Очки даются за удары руками, ногами, в корпус, в голову. Правила четко обговорены. Подсечки оцениваются. Штрафные предупреждения даются за не подготовку спортсмена, не своевременно, а за удары по суставам. То есть это все очень обговорено за удары в затылок и прочие нарушения. В армейском рукопашном бою задействованы приемы и техники практически из всех единоборств, в том числе и спортивной борьбы, самбо, карате и букса. Такие соревнования позволяют военнослужащим отрабатывать тактику ведения боя в реальных условиях. Либо где-то на ринге, там, бой с тенью проводить. Ну, безусловно, это тоже надо. Но, тем не менее, живая такая вот борьба, соперник дает больше шансов и технику откачивать, и удары. И та же самая защита здесь более эффективна, чем где-то там на ринге. Всего в соревнованиях участвует стол 38 военнослужащих со всей России. По итогам Центральный военный округ сформирует свою сборную, которая примет участие на заключительном этапе Кубка вооруженных сил. Он пройдет в конце ноября в Рязани.